Соперников знаем, а значит шансы на победу есть. Томичи уверены, что готовы к турниру. Новогодние каникулы пошли на пользу. Появилась возможность выдохнуть перед важными стартами. Все готовятся морально. Кто-то себя бодрит, кто-то просто сидит и думает. Мы отрабатывали многие ситуации, то есть разыгрывали лишнего, просто играли. И отрабатывали удары, скорость нарабатывали, то есть полная подготовка шла. Первенство Сибири впервые проводят в Искитиме. Участвуют парни до 15 лет. За лидерство борются шесть команд. Искитимские ватрополисты выступают в составе сборной Новосибирской области. Уровень команд довольно сильный. Традиционно Алтайский край, Томск, город, да и Омск тоже. Даже традиционно это очень сильные команды. Поэтому мы надеемся здесь как следует наиграться, набраться опыта. Ну и надеемся на то, что наша сборная все-таки займет первое место. Первенство Сибири – это еще одна возможность сыграться участникам нашей команды. От этого зависит исход первенства России. У ребят позади два этапа, еще три впереди. Итоги подводить рано, но шансы у наших ватрополистов неплохие. Если брать Новосибирскую область, то в городе Искитиме, пожалуй, созданы самые благоприятные условия для тренировки спортсменов по водному полу. Надо сказать, что это непростые условия. Для тренировки спортсменов, как правило, нужна не одна-две дорожки, как пловцам, а нужно снимать там, фактически освобождать целый бассейн. Сейчас команда играет по круговой схеме, побеждает тот, кто наберет больше всего очков. Трехдневное первенство Сибири завершилось победой сборной Новосибирской области. В ее составе выступали двое эскитимцев – Илья Мызников и Владислав Риферт. Владислав – капитан команды. На втором месте сборная Омска, на третьем – Томичи. На втором месте сборная Омска, на третьем – полем. Милочка милка. Вал Alsава Милова занимается под Xbox One, Продолжение следует...